привет ребята привет хлопцы и девчата сейчас быстренько запишу видосик а пока они начали мои тут в округе дятлы стучать как они это делают целыми днями тут идет стройка целых два дома вокруг не модернизируется и кстати мне сказали вот тут перестроили буквально такие китайцы строили для индусов или кого или пакистанцев они строили значит два коттеджа модернизировали внутри еще пока ничего нет отделка будет по желанию покупателя продается за миллион у люди кто мне это рассказывал они офигели они говорят ты видела вот этот коттедж не ну все понятно он говорит я свой вот коттедж который побольше кстати купил не помню в 70-е годы он купил за 35 тысяч то есть 70-е годы 35 тысяч так сколько стоит теперь его коттедж если коттедж который модернизировали там плиткой обложили миллион вот так растут цены вот например мой дом уже стоил миллион уже пять лет назад он стоил миллион потому что он не смотря на то что внутри тут 6 крысиных норок сделано вместо того чтобы сделать три полноценных квартиры вот я вам сейчас для примера скажу 30 квадратных метров 31 квадратный метр моя квартира 30 это включая коридор так у длинный как трамвайный переход значит ванна больше чем кухня одна комната вообще такая но чулан она больше как чулан но это считается комната там мы я не помню 6 нету 6 квадрат 4 чем-то другая комната 8 квадратов другая 10 31 квадрат и это стоило 350 тысяч в пятнадцатом году вот они продали в пятнадцатом году за 350 тысяч а сейчас уже на полмиллиона почему они так рвутся так бьются завод эту квартиру вот эти соседи сверху они готовы меня уже не то что там не в землю закопать живьем как в этом фильме помните белое солнце пустыне по самое горло его там закопали вот потому что у меня есть сад вы уже видели часть моего сада еще я вам потом попозже покажу значит битва идет бешеная здесь бешеная битва за вот эти вот даже я тоже мне трудно даже вот это сказать что ожидает все эти квартиры и все эти дома и все эти вложения все эти хэдж-хонды фонды в результате когда обвалится рынок и опалится он очень скоро потому что норы настроить можно но без качественного отопления качественного качественного вот этого но подготовка чтобы были и и окна без дыр и двери без дыр чтобы все это было подготовлено к кризису не топливному это никого не беспокоит главное здесь это бабосы бабосы нарубили срубили это не какой не капитализм в смысле рынок это не рыночная экономика вот это то что происходит это действительно серьезный кризис серьезный кризис в общее и в данном случае как я уже сказала меня интересует вот это вот медицина медицина вот это меня интересует вот и поэтому поэтому я занимаюсь вот этой вот темой темой которую наверное не все одобряют мою деятельность и не все понимают чем я занимаюсь я скажу чем я занимаюсь я хочу чтобы даже не то чтобы восторжествовала справедливость я хочу чтобы я могла осуществить свой проект проект у меня ребята стопроцентно гуманитарный стопроцентно нацелен на развитие медицины нормальной нормальной человеческой медицины для человек для людей с человеческим лицом что касается всех остальных которые тут там всю жизнь теперь живут на гормонах потому что им видите ли мешало причиндалы между ног или наоборот надо было нарастить поехать в индии у кого-то не там отрезать и пришить я хочу сказать или детей этих с ума свести с шестилетнего возраста чтобы всю жизнь они жили на гормонах или этих баб мне молодых подбить на то чтобы они торговали своим телом на вот это вот вы знаете что детей покупка детей и и и и самовывоз так сказать из осажденного киева это какой-то вообще это за гранью но это за гранью началось давно ну вот а теперь о текущих событиях значит там как я уже сказала борис джонсон здесь абсолютно не при чем в том смысле что он не играет музыку как описывает гардиан я верю им почему нет гардиан это никогда не врет это рупор либо ристов он никогда не врет либо ристы они же за народ вы понимаете и они для народа стараются борис джонсон он видите ли во время локтауна напивался до сраной матери вместе со своими дружбанами а главное со своей женой и они видите ли стены обрыгали в этом значит за день там живут и и в результате значит бедные несчастные уборщицы то есть это вот кто докладывал вот этим вот вот этим вот докладывал не гардиансом они видите ли там измучились стены отдирать они бы у меня спросили вот у меня спросите я вам расскажу как элиты без всяких локдаунов себя ведут в таких подобных местах и почему они вдруг другие а борис джонсон не часть их я вот этого не понимаю мне еще в двенадцатом году говорили в мае как раз первого мая двенадцатом году я встретил с одним человеком и он мне сказал мне в этом месте но там где я работала royal society of medicine ты не представляешь сколько сплетен конечно они там друг друга и и фотографировали на видео снимали и что только они не делали друг другу чтобы шантажировать потом значит а текущей ситуации с вот этой вот ситуации которая развивается и над которой я работаю как я уже сказала в одном предыдущем видео я работаю не покладая рук 10 лет это было нелегко сейчас мы вышли на финишную прямую и мы вышли на финишную прямую в декабре декабре когда 11 или ноябре до 11 декабря началась вот это вот эпопея и пусть не врут мне про 24 февраля 24 февраля это уже было как говорится развитие событий вот значит стало уже всем понятно в декабре что будет что-то развиваться именно в эту сторону и вот оно развивается и там где события происходят которые меня абсолютно не касаются никак меня касается только те события которые происходят здесь со мной и которые и влияют на меня и на мою дочь это все что я могу сказать и меня пожалуйста не трогайте а самое главное как говорилось в одной умной книге чего хочет женщина того хочет бог значит дайте мне то что я прошу я просила у вас это в двенадцатом году десять лет назад дайте компенсацию вы этого не сделали вы обещали дать компенсацию кому-то другому не мне вы обещали это кому-то вы не исполнили свое обещание вот значит я записывала двадцать шестого числа видосик посмотрите пожалуйста чтобы понять а сейчас именно о развитии событий что не стало понятно после двадцать шестого числа значит двадцать шестого числа я записала видос до того как ко мне пришли ландлорды они путем шантажа и угроз потребовали доступ к квартире и стали там все снимать на видео на фотографии делать и так далее и когда я уже его как бы ну прижала к стенке говорю для чего ты это делаешь он сказал что для суда вот суд семнадцатого июня и вот для суда я это делаю ну что я предприняла кое-какие меры я не спала две ночи но я поняла что я буду делать и я это сделал вот я пошла в випскросс у нас госпиталь местный я пошла туда померила свое давление сахар они мне проверили температуру и физически они сказали ты здорово это нервы это нервный срыв это нервный срыв я и без них знаю что это нервы когда ты идешь и и и боишься ступить ногой у тебя голова кружится и ты думаешь что сейчас ты упадешь и помрешь я еще потом позже расскажу о том как я лечила блуждающие нервы что это такое вообще я расскажу конечно отдельно это все будет отдельно рассказано потому что и мое давление норме и и моя мой сахар норме не смотря на такую страшный стресс это потому что мой китайский доктор хороший доктор вот это вот медицина китайская медицина и будет положено в основу моего гуманитарного проекта это 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 еще как говорится будет не надо не надо обольщаться не надо обольщаться так значит хорошо после этого вот это письмо с угрозами я выслала нашей эмпии многоуважаемой стеле крыси она тут же мне значит от отзвонилась в смысле написала срочно что к ней это вообще никакого отношения не имеет мои ссоры с ландлорда 10 лет назад она сказала что никакого отношения ко мне не имеет мое значит что я задралась с работодателем тогда она не вмешивалась в мою битву с работодателем а сейчас она не вмешивается в мои битвы с ландлордом ждет не дождется чтоб меня побыстрее выкинули из страны не дождется она этого но а значит неожиданно потому что госпиталь конечно принял очень серьезно там толпа людей сидела и меня без всякой очереди вызывали и вызывали и вызывали в кабинет срочно уж не знаю как я выглядела внешне но видимо не очень хорошо и вот они меня вызывали боялись что сейчас у меня будет инсульт инфаркт или еще что-нибудь такое вот они сказали то стресс тебе сейчас перезвонит врач он мне перезвонил пока я шла домой она мне сказала я не врач а медсестра из нервного госпиталя значит невролог мы не можем тебе дать совет по телефону потому что я не квалифицирована как медсестра это нервный срыв судя по всему и ты должна обратиться к своему general practicing GP значит лечащему домашнему доктору и он должен тебе назначить лечение ну я ей сказала чтобы она как говорится имела хороший день и повесила трубку и в общем она тоже сказала что я вижу что ты на взводе но в общем короче мы тебе помочь ничем не можем ну и все это было 26 вот и поскольку я пообещала что я конечно подам рапорт в полицию об этом направлении и что полиция если в этот раз не примет мой рапорт мою жалобу не к рассмотрению я снова и обращусь к вот этой вот стали крисе чтобы она посодействовала соблюдению сорян законности соблюдению законности вот ну и она конечно промолчала в ответ потому что ну очень конечно она неприятно им всем очень страшно ну короче ну не хотелось бы им вообще этим заниматься но им это не хотелось десять лет назад ну когда то надо заканчивать ребята я же вам сказала я выбрала себе профессию кризис менеджер и я эту профессию доведу до конца значит неожиданно вчера вот почему я и хочу сказать как развиваются события неожиданно вчера получаю текст на телефон от моего джипи того самого который в девятнадцатом году за шестьдесят пять фунтов дал адвокату письмо что когда я приехала в британию в двух тысяч пятом году а у врача зарегистрировалась в двух тысяч десятом так вот он уже знал что я сумасшедшая вот то есть я была то есть ни один психически нормальный человек не может приехать в британию это невозможно это нонсенс здоровые сюда не едут я имею ввиду психически потому что они рассчитывают здесь увидеть ну то что в по телевизору показывает то что целыми днями и ночами десять лет крутили на украине людям вбивали в головы что борис джонсон наш друг и британия вот только дверь открой и уже без виз святой на пороге эти люди сумасшедшие понимаете психически нездоровые об этом у меня есть справка но в девятнадцатом году провернуть им вот это вот шохер-мохер не удалось почему потому что я отказалась я сказала что судя по вот этому письму как это сказать письмо это телодвижение со стороны адвоката который ни черта не сделал аж с пятнадцатого года значит они пилили бабосы и не с девятнадцатого года должны мне платить пенсию как психически нездоровой а как минимум с шестнадцатого года а еще лучше с двенадцатого когда меня уволили именно по этой справке а не потому что меня отравили химическим оружием хлор это химическое оружие борис джонсон официально сказал что нету никакого прощения всем тем кто применял химическое оружие где бы то ни было он применил его обязательно настигнет кара there is no time limit for the using chemical weapon и вот сегодня кстати уже зеленский выступает что русские подлецы бомбят химические предприятия в Украине уже они уже они уже они там провокацию затеяли если они в центре Лондона могут затеять такую провокацию с химическим оружием то почему они на Украине не будут это делать мне вот это интересно кто вы такие вы что лучше для них вы никто звать вас никак и я для них никто и вы точно так же и не надо мне здесь рассказывать что если вы сейчас перейдете на украинский язык то весь мир ребята очувствуйтесь очнитесь откройте глаза посмотрите что творится в этом мире что происходит на самом деле вот в этом самом давосе выступал сорос который сказал нет до последнего украинца война шлите больше оружия оружейникам в Америке нужны бабосы они спят и видят на новое вооружение им надо на новое вооружение на вот эти вот ракеты которые у Путина есть а у них нету им нужны срочно денег поэтому они на это открывают кредиты и на эти кредиты они сейчас наклепают это оружие а вот это старье все спихнут в Украину пусть Путин их там разбомбит это все старье оно никому не нужно даже и Путину не все поняли выступление Киссинджера некоторые так прямо его облизывали некоторые наоборот критически там ему некоторые слова из трех букв посылали а на самом деле ребята это серьезное заявление и оно наверняка к рассмотрению было предоставлено товарищу Путину и сотоварищи хотя они никакие не товарищи друг другу это просто как говорится ну встреча на татами встреча это на татами вовсе не со стороны Бориса Джонсона то есть Борис Джонсон и его вот это дружбаны которые шлют оружие у Бориса Джонсона совсем другая задача которая провальная ребята и он это уже понял и те кто его пихал там как трактор они тоже поняли что это провально я имею ввиду Брексит он не сделал то что хотел не сделал Глобал Бриттон он не создал а зато появился план Б и этот план Б появился в головах у лейбаристов во главе с Тони Блэром и он между прочим не 24 февраля появился а в январе уже началась подготовка то есть в декабре Путину это как ее там печенюшница Вика привезла черную метку Путин ответил вот этим вот демаршем в министерство внутрь этих иностранных дел он поехал и сказал вы мне тут под масками улыбайтесь а я не вижу что ли как вы мне здесь улыбаетесь а ну-ка давайте мышей ловить и они выдвинули вот этот ультиматум Рябкова когда они выдвинули ультиматум Рябкова на ультиматум Вики пятенюшницы запад сказал фигушки вам мы продавим у нас есть Боря Джонсон мы вас продавим ну хорошо Путин сказал а зато зато после ультиматума Рябкова вот этим лейбаристом и не только им и там американским товарищем стало понятно что тут Путин пойдет до конца они это уже поняли что он не сдастся когда они поняли что он не сдастся они тогда задумали вот этот вот Britain in future то есть у Бориса Джонсона global Britain и вот меня поразило вот это украинские один политолог буквально вчера начал рассказ какую-то чушь нести про то что Борис Джонсон наш друг и что Борис Джонсон у него свои конечно идеи но мы Украин выходим на просторы геополитики если создастся вот это вот как она ржачпоспулита от можа до можа и мы будем частью и так далее боже надо быть просто не он ведь не тупой он просто предатель интересов своего народа вот кто он этот политолог с января идет вот это вот подготовка к провозглашению нового курса он осуществится сразу после юбилея королевы вот тридцатого числа состоится конференция международная во главе с Тони Блэром и господином Саммерсом и они провозгласят новый курс об этом впервые и сказал Киссингер то есть это открывается окно овертона если кто-то понимать что это такое а Бориса Джонсона сливают не потому что он пил и гулял все знают что он пил и гулял и не он один и вообще это элиты такое вытворяют что я уже сказала что для них святого вообще ничего нет и не надо про них мне рассказывать какие они все были святые до Бориса Джонсона а Борис Джонсон обрыгал это британское лицо британской политики или как там написано в гарден на самом деле прикрывают именно то что 10 лет назад эти ребята учудили но у них не вышло и Путин об этом знает и Путин очень прагматично подошел тогда 10 лет назад к этому вопросу именно поэтому я никогда не была как бы обольщена Путиным как некоторые мне здесь пытались объяснять ой 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 ты любишь Путина т т т ребята я люблю свою дочь себя это все что я люблю в этом мире но я также еще люблю цветы детей я люблю я люблю носить красное понимаете красное но никакого отношения это красное не имеет к тому что вы думаете красное это от слова прекрасное прекрасное красное прекрасное и те кто рядится в красное Для того, чтобы развивать войну, убивать людей, насиловать, издеваться, проводить на них опыты и придумывать какие-то схемы, по которым еще больше, еще больше накапливать богатства. Вот эти люди не носят красное. Их красное – это цвет пролитой ими крови. Ну вот, как бы, пока что это все. Это очень длинное, длинное. Значит, что я хотела и в заключении еще раз скажу. Меня поразило, конечно, вчера. Я очень рассмеялась, когда увидела этот текст, что твой доктор тебе позвонит. Я вот специально записываю сейчас. Эти дураки уже начали тут стучать, как вы видите. Вот, иду на работу. И когда мне позвонит доктор, я посмотрю, что же он мне на этот раз предложит. Какую схемку они уже там продумали, эти ребята. А мы потом подумаем, как на эту схемку отвечать. Ну, а пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok